ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Магазин мог предложить покупателям дефицитные товары, о которых советские граждане в эпоху тотального дефицита могли только мечтать. Здесь была и докторская колбаса, и разные сорта кофе, шоколад, селедка, фрукты и многое другое. Отдельно в Елисеевском продавались так называемые черные кассы. С нее можно было купить, к примеру, икру. Гастроном на улице Горького, ныне Тверская, был известен на всю страну. Люди приезжали в Москву изо всех уголков, чтобы хотя бы полюбоваться на это изобилие. Иностранцам же Елисеевский демонстрировали как показатель сыпой и богатой жизни Советского Союза. Директор гастронома Юрий Соколов был в московской элите на первых ролях. Фронтовик, герой войны, он обладал талантами коммерсанта и управленца. Соколов смог наладить снабжение Елисеевского в совершенно неприспособленных для ведения торгового бизнеса социалистических условиях. Для того, чтобы достичь договоренностей с поставщиками, он не жалел денег. При этом персонал у магазина Соколов выплачивал персональные премии. Посредством материального поощрения добивался повышения уровня обслуживания посетителей. Пришедший к власти в 1982 году Юрий Андропов начал активную антикоррупционную кампанию, направленную в том числе на борьбу с хищением и взяточничеством. По своим каналам в Комитете госбезопасности КГБ Андропов получал актуальную информацию о реальном положении дел в торговле. Соколов арестовали в конце 1982 года. Для директора Елисеевского это стало полной неожиданностью. За месяц до ареста сотрудники КГБ установили в его кабинете системы прослушки и видеонаблюдения. За это время следователи получали колоссальное количество компромата на Соколова. Кроме того, обнаружились его связи с высокопоставленными руководителями государства и партии. Арестовали директора гастронома номер один во время получения взятки в размере 300 рублей. Соколов был спокоен, не нервничал. Тогда он еще думал, что влиятельные покровители за него заступятся. Ведь он в свое время так много для них сделал. При обыске на даче директора Елисеевского было обнаружено 50 тысяч рублей. При этом он уверял, что деньги не его, а предназначаются для других людей. Но улик против Соколова было слишком много. Доказательная база его преступной деятельности включала и телефонные переговоры с нужными людьми, и показания так называемых почтальонов тех, кто носил директору Елисеевского конверты со взятками. Во время судебного процесса были оглашены колоссальные суммы хищения и озвучены такие имена, что дело мгновенно приобрело всесоюзный размах. Подробности громкого процесса смаковала пресса. В газетах то и дело появлялись разоблачительные статьи о проворовавшихся торгашах. По версии следствия, на взятку чиновникам Соколов потратил огромные деньги около полутора миллиона рублей. Сами взятки были как крупными – тысячи или десятки тысяч рублей. Так и сравнительно небольшими – несколько сотен рублей. Тем не менее, директор гастронома номер один виновным себя не признал. По его словам, он лишь решал вопросы поставок в магазин необходимых товаров. Однако Андропову нужен был процесс и обвинительный приговор, по возможности максимально строгий. В деле борьбы с коррупцией Соколову предстояло стать козлом отпущения. По некоторым данным, директору Елисеевского якобы было обещано снисхождение. Если он назовет сообщников, обвиняемый достал из тайного архива тетрад с именами подельников и раскрыл их следствию. В итоге сообщники Соколова получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Его самого, тем не менее, это не спасло. Директора самого роскошного магазина страны приговорили к высшей мере наказание. Приговор был приведен в исполнение 14 декабря 1984 года года. Символическая могила Соколова в настоящий момент находится на Введенском кладбище в Москве. Стоит отметить, что директор Елисеевского был не единственным, кого приговорили к высшей мере за взяточничество и хищение в торговой отрасли. Так, в 1985 году был расстрелян директор Дзержинской плодо-овощной базы Мхитаром Барцумян. Суть не принял во внимание даже тот факт, что подследственный был участником штурма Рейхстага и парада побед в июне 1945 года.